Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Сегодня суббота, 22-23, считай. Номер 42. Вопросы, пожелания, события дня. Задавайте вопросы. 22 января 2016 года. Это за прошедший день. Некоторые говорят, вот видите, вы теперь занялись эту уху. Такой ролик ставите по порядку-то. Поэтому связь с людьми как будто потеряли. Это не так. Я не стал отвечать письменно. Мне трудно печатать. Я печатал страшно много. Книги перепечатывал на машинке Украина-2. А здесь клавиатура, она поменьше. Пальцы у меня хватает. Две клавиши. Поэтому мне тут удобнее. Говорят, да это какой-то там Петров, Иванов, Сидоров придумал эту тему. Никаких колесниковых нет. Ну, может быть и так. Но я с его и стараюсь выжить. Самое полезное. Ну, здесь намного больше я отвечаю, когда этой темы не делали. Потому что, кто мне пишет, это только на моей страничке. А теперь мы выносим дальше. А худо или бедно, уже за два дня по 200 человек посмотрят. 201. Ну, что сравнивать-то? Не так. Никого я не забыл. Поэтому переходите сюда. Ну, и взял за эпиграф каждый день напоминать, в каком состоянии находятся люди сегодня. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II записана им в своем дневнике. 2 марта 1917 года. В день отречения от престола. Ну, а дальше объявление я даю, что в контакте одноклассников я не бываю, а модераторы там работают. И ко мне на форум на наш перекидывают. На форум. А с форума, ну, чтобы понятно было, что за форум, я его даже покажу. Вот наш форум. Вот где он тут есть. Ну, даже показать, да, я не могу даже сразу нащупать. Вот наш форум, как выглядит. Православный форум Игнатия Латкина. Очень большой форум. Если тут найдете, патриарх Кирилл вам надо будет. Вся его биография здесь, его выступление. Здесь ничего нету такого, чтобы спорить о чем. Поэтому на форуме, когда организовали, говорили, это площадка, где можно спорить. Я говорю, мне такой форум не надо, когда администрация делала для меня этот форум. Здесь тогда так приходили, чтобы готовое застолье, и все, сел за стол, кушанье у него. Здесь не два, не три блюда, а тысячу пять блюд. Но еще спорить-то. Подходи, выбирай, ешь тут, поисковик есть. Вот здесь вот ткни только новое сообщение. И на первой странице. Вот здесь только ткнул общий поиск. Так вот, все, заряди в рамочку слова, и ты все найдешь. И чипы, и нэнэны, и... Ну что тебе только угодно. 1580 тем. Тем. А каждая тема у меня... Там вообще... Когда говорили, вот на одну страницу сколько можно поместить. Ну у меня администратор спросил, и говорит. Ну я бряхнул, 50 тысяч, или там 5 тысяч. Он так и сделал. А сказал бы 10, сделали 10. А теперь мне приходится большой материал орвать и дальше на другую страницу переносить. Знания никакого. Некоторые говорили, тут, если форум будет, тут людей обратиться, сколько, сколько общин будет. Я говорю, вы не знаете, о чем говорите. Общин образовать, это схожесть душ, интересов. Это не сделать. Это нельзя. Вот наши правила общины многим нравятся. Приезжают архимандриты, такие маститы, я знаю, и романахи. Фотографируют наши уставы. Все, мы у себя заведем порядок, чтобы не было лишнего движения, ни торговли. Ни один еще этого не сделал. Ни один. Потому что за этим скрыт огромный труд. Огромный. Это просто так говорить. Не просто говорить, а делать, это дело другое. Поэтому я прошу теперь всем заходить, самим ставить вопрос. Администраторам, модераторам говорю. Вы предупреждайте людей. Я вижу, все еще перетаскивают с разных ресурсов на наш форум. Я отвечаю. Им говорите, чтобы сами приходили. Я перестал отвечать в писанном виде. Почти перестал. Отвечаю очень редко. Вот уже 40 дней, но не отвечаю. Дальше. Теперь в этой теме вопросы по желанию. И объявления, чтобы брали ролики мои. И помогли там содержание дать какое. На какой минуте, на какой секунде, о чем говорится. Оглавление, чтобы люди знать. Просят об этом. Вот один нашелся, Николай Коля. И он уже 34 ролика вот этим названием нашим, вопросы, уже сделал. Вот я говорю, обязательно указать минуты и что. Вот что за один день к нам пришло. Так, иногда пишут так. Мнение редакции может не совпадать с материалом. Так, поэтому ко мне никаких претензий. Я не скрываю и говорю. А то вы сказали такое, а тут про меня плохо. Ну и что? Вот сегодня заходят сектанты, еретики, харизматы. Я там сказал о заблуждениях Александра Шевченко. Хороший мужик, видно, что его... По глазам видно, что он чисто живет. Говорит, ну вот бегает, пока видно, как там они дальше. Ну а дальше-то падает, и беснование начинается. Я сказал, ой, это такая ересь этот, говорит старик. Ну заблокируйте его кто-нибудь. Уже нервный срыв, как говорится. Меня заблокирует. Ты ко мне зашла, и меня уже блокирует. С чем ты отличаешься тогда от патриарши? А куда ты ушла? Так патриархия-то это церковь Христова благодатная. А вы-то кто, еретики, еретики? У вас сегодня 21 тысяча разных названий еретиков, говорят специалисты. Вот пишет Владимир Харин, это Петрозаводск. Пишет, Мировым Игнатий смотрел видео с женщиной, которую безбожник поп не пускает в храм. Со мной был подобный случай. Попова никто не контролирует, поэтому в МП такой бардак. И мне тогда повезло, я рассказал... Ну я, допустим, не согласен, что бардак. Но он так говорит. А тем более я согласен. Согласен. И когда раньше было, приезжали сюда священники, которые с нами единодушны. Мы заходили, один был собор здесь, Покровский. Стояли у дверей люди туда-сюда. Ну пульпа просто хлюпает грязь. Туда-сюда заходят. Все цыгане, кто угодно отпевают, прищащаются. Ну что сделать, чтобы был порядок-то? И мы пришли к выводу, ничего нельзя сделать. Никак. Только закрывать храм. И тогда начинать проповедовать, говорить, и помаленьку, по одному запускать уже через цепочку. Мне напоминает это все императора Деки 249-251 год. Христиане, третий век всего только, бросились к земным благам. Все это у них идет как надо. Ну Бог-то видит, мы не такие. Ну для виду пришел, постоял, перекрестился на свои дела. И он пришел и сразу с такой ненавистью, как посыпалась от церкви-то, ну как сейчас, ударь только еще будет-то. И лопаю, говорится, и заднюю часть подставит под печать, чтобы ни спереди, ни сзади не осудили. Вот эта вот печать бывает такая, что тебя ладошкой мокрой по лбу стукнули, ты уже православный, не крещеный, ничего. Вся вот эта мерзость отстала от церкви-то, и церковь уменьшилась в десятки раз. Но тут же началась такая работа Духа Святого, что уже через три года церковь количественно увеличилась в несколько раз, а нравственно не надо даже сравнить. А императора Деке убили через три года. Все. И вот это состояние сегодня здесь. Все считаются верующими. Ну ты глянь на себя, вокруг верующих, что живут, тюрьмы набиты, абортов, за перестройку 120 миллионов абортов за 20 лет. Даже говорить нельзя. Все пророчествуют. Шестнадцатый год будет непростым годом, даже очень непростым. Настолько непростым, что даже говорить об этом страшно. Но, Бог, надо усилить молитву, особенно за правителей, за нашего президента, особенно за Рамзана Кадырова. Это замок с той стороны. Его не будет, большие изменения будут. А на него сейчас такое ополчение идет, ну как на Григория Распутина было перед крушением императора. Через него они берутся уже за президента. Молиться за Эрдогена, за Порошенко, за Обаму, чтобы не было на них покушения. Молиться написано, а не убивать. И дальше он что говорит? Мне тогда повезло. Я рассказал знакомому, а он учился в семинарии в Москве с алтарником покойного патриарха Алексея. Ну, через него передали письмо, а меня и не предупредило в своих планах. Попам досталось. А то ты сразу... Во, попам досталось. С выражением считай. Дальше. А при новом патриархе гламурном не думается, правда не найти. Что значит гламурном? Как? Ну? Которая живет в роскоши, как бы, гламурной. Самое лучшее все. Ну, да, пускай будет так, в роскоши. Не думается, правда не найти. Только если ты не родственник президента или его знакомый, тогда отреагирует. Спаси Христос всю вашу общину от шакалов в рясах. С уважением. К вам Владимир Харин, Петрозаводск. Вот видите, от шакалов в рясах. Вы понимаете? Ой-ой-ой, как вы попов судите. Ну, что вы говорите? Слово волки. Господь говорит, посылает вас как среди волков. Кто волки? Иудеи, которые не приняли Христа. Ну, дальше уже все безбожники, атеисты, коммунисты. Ну, все божества. Все. Масоны. Но когда Господь собирает присвятеров из Мелита. В Мелите был. Деяние апостола, 20 глава, 29 стих. Пришли епископы. Он называет их людей, говорящих превратно. Волки. Лютые. Слово лютые означает бешеные. Подлежащие отстрелу. Совершенно бешеные. Так что шакалы, это еще не бешеные. Так что он так гладко вырызнулся. Никита Колесников. Это вот он сам и сидит передо мной. Посмотри. Покажи, а то скажут, заморили тебя. Ты хоть досыта тут ешь, нет? Очень даже. Ну, вот так. Высыпаешься? Высыпаюсь. Не бьют тебя? Нет, конечно. Не зазомбировали? Нет. А как ты узнал, что тебя не зазомбировали? А это как-то не узнаешь, наверное. Ну, ладно, а то гуру-то перед тобой сидит. Вот возьму это вылечительное-то стекло и рассмотрю тебя. Ну, смешно даже. Попы-то неверующие. А то всякую муть-то гонят. Как мы на занятия в университет приходили. А у нас есть точное сведение, что Лапкин... А я на капитале ставлю, записка подошла. Я ее считаю всем людям. До давнешних лет является сотрудником ЦРУ. Вот так думаю. И они его оплачивают. Оплатят мне. И вот дня два прошло, а тут один раз пришел, что я давно сотрудник КГБ. Приходят, потому что я куда-то ездил в Египет, там, или где-то учился гипнозу, там, и всем этим чарам. Поэтому на людей так вот только мы думаем, сидим, он уже все знает. Ну и правда. Вот сидят люди новые, приходят в деревья. Я гляну на них, прекращаю вести занятия и сразу отвечаю на их вопросы, которые они не задают. И все об этом пишут. Ну, это Бог делает? Нет, 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 это чародеи. Ну, когда святая Татьяна, там, великомущественная Варвара, что они делали чудеса? Там все говорили, это чародейство, волшебство. Неверующие попы, неверующие пасты. А каков поп, таков приход. Они не верят, что есть Дух Святой. А тот гуру, его слушаются, тот другой. Что Дух Святой трудится, они не понимают эти слова. Говорят, говорят, а из Библии-то ничего нету, и поэтому колобродят. На снах своих воспитывают новое поколение. И что Никита Колесников не дал? Видеозаписи, там, Максим Каско отвечает в прямом эфире на вопросы в интернете. Прямо зачитывает и там... Ну, я это не знал, ты мне это скинул. Вот оно как-то надо, вот посмотрите. Вот это в интернете как выглядит. Ну, я вчера попросил тебя, чтобы... Я слушаю и половину не понимаю. Как-то микрофон у него далеко, да я еще такой, тугоухий. И ты ночью сегодня мне напечатал, так было? Да, да, да. Ну, то есть, вот теперь, что он сказал, Максим Каскун. Заранее говорю, что Каскун там какой-то зайдет, Скакун, это не важно. Я Лапкин, перед вами лапки кверху поднимать не буду. Я к нему ничего не имею, совершенно не нравится вид его, все нравится. Но ответы не нравятся. Я заранее говорю. Почему? Не по Библии ответы. Не по Святой Библии. Андрей Кураев, когда обо мне стал высказывать, то же самое, знаменитый, миссионер, другое, а тут же говорит, Игнатий меня по всем кочкам пронес. Я тут же зарядил свои книги, я 120 раз его пронес по кочкам. Когда он не, что, потоп был там, не по всей земле. Почему я должен соглашаться с Андреем Кураевым? Но его высказывание на меня не повлияло. Я так же отвечу, как говорится, поставлю на место его слова, которые. Мои отношения не могут быть изменены, что он обо мне говорит хорошо. То есть, иной понимает так, то говори хорошо, Игнатий, а тебе хорошо. А попробуй троню его, он тут ощерится, он тебя тут рвать начнет. Это неправда. Абсолютно неправда. Мне задают вопрос, а есть ли у вас любимчики? Я говорю, в каком смысле понимать? Я там в университетах, в пяти я вел занятия, в тринадцати школах, там в четырех техникумах, во всех отделах милиции, воинских частях, заводы, фабрики. У меня тысячи вопросов были. Попросили письменно ответить. Я когда тряханул, у меня, кажется, три тысячи бумажек лежит. Я их все сохраняю. Я люблю писанные, потому что где ездил, армитажи, все у меня билетики, все переплетенное, все есть. Ну и что дальше? Что Максим говорит? Он пишет, как вы относитесь к Игнатию Тихоновичу Лапкину? Я понятия даже не имею, что такой вопрос будут задавать кому-то. Но знаешь, что задают. Но Каскуну ответ. Ответает. Все дело в том, что Игнатий Тихонович имеет непосредственное отношение к моей духовной жизни. Потому что мой духовный отец, человек, у которого я проучился многие годы, протеерей Геннадий Фаст, в свое время принял православие у Игнатия Лапкина. Коротко. Геннадий Фаст, это немец из Менонитов, в благочестивой немецкой семье. В тот момент, когда мы встретились, окончил он Томский университет, молодой преподаватель в университете, физико-математика. И он у баптистов был, руководитель молодежи в Барнауле выступал. А тут у нас была одна грузинка, Катя Девжишадзе, и она уже приняла православие. Мы говорили, не уходите, работайте там, сидите у баптистов. И она ему сказала, и он пришел. И мы провели беседу, как сейчас помню, кажется, 30 мая было, 79 вроде году было, до полпятого утра. Этого было ему достаточно. И все это написано в моих книгах. Ну, просто зарядите на форуме, фаст. И то было записано магнитофон, мы сидели, я все время записывал, и это все отпечатано. И вы прочитаете, какие он задавал вопросы, там, о десяти девах, о крещении. Я на все ответил ложь и доказал ему. И он понял, у сектантов голова работает, да еще не в том направлении, а у православных откровения свыше. И он принял православие, принял крещение, закончил семинарию в Московскую духовную академию, он магистр богословия. Попутно сказать, из тех, которые в моем доме пришли к Богу, этот человек самый плодовитый, как Иоанн Златоуст. Плодовитый в подлинном смысле. И он нигде, никогда не прятался от меня, что оскрести, как вот сейчас там Сергей Дудин, там, с ним разговаривали, везде рыскает, все убрать. Это бездарность, бесталанность обеспечена. Да я и до вас знал, другие ничего против не говорят, да я до знакомства с вами, я все это уже знал. Я знаю, что Господь его сразу отбрасывает на то место, которое было до встречи. А до встречи ничего не было, он опустился, ушел в мир. Отец Геннадий везде говорит, кем я для него был, как я красил там, ремонтируем базу, а он внизу там баночку подает, стоит, а вопросы додает. Он все написал. И везде об этом говорит. Ни разу нигде не постыдился, и сегодня говорит это. И поэтому он такой плодовитый. У него ничего не отброшено, он все берет. Просто имейте это в виду. И вот, что об этом говорит, вот Каскун, это уже вызывает доверие Каскун. Он знает на меня, какие нападки, и он дальше-то что говорит? И поэтому я об этом человеке знаю не просто понаслышке, а от очень близких людей. И являюсь как бы его духовным внуком. Поэтому в целом, конечно, человек, имеется в виду, Игнатий Тихонович. Примечание от Никиты. Никита Колесникова, миссия не раствующий, человек искренний. Так вот я добавлю. То есть, понимаете, внук нашелся у меня. Как я могу не радоваться? Внук. Ну, вы понимаете, у кого внуки рождаются, если... А, вот я веду занятия, все говорят, я такой-то там сектант, я уже было ушел, ушел из православия. И вдруг получил, увидел вашу вот это, я сразу вернулся. Закончил семинарию, академию, сейчас доктор богословия. В иностранных миссиях где-то. Я ваш духовный сын, я понятия не имею. Мне отовсюду идут. Я говорю, нарожал детей-то, я не знаю, как будто бы я шофер-донобойщик где-то ездил. Останавливался на постое. Вот внук еще нашелся. Благодарю, отец Максим, за радостную весточку. Дальше говорит. В советское время очень много пострадал за Христа, за проповедь. Сидел в тюрьме неоднократно. В общем, неоднократно в общем. Впоследствии имели место некоторые моменты. Разошелся со священноначалием. Пришлось перейти ему в зарубежную церковь. Я его за это не осуждаю. Это его, как говорится, право. Ну, поэтому он так и говорил, подбирал слова, потому что сейчас же на Каскуна, на этого бросятся эти церковные, как называют их, патриаршие кодлы, бешеные собаки. Они его терзать будут. С кем ты знаешь, этот человек всеводоправославный, всеводопроповедник. То есть они его сейчас начнут в один день обклеивать. Митрополита здесь, говорится, завалили этими, с нами местный митрополит Московской патриархии в хороших отношениях. Да его. На него нападают. Ужас какой. Дальше. Вся их деревня, вся их община перешла. Да. Но тем не менее, как бы человек, я считаю, что он несет позитивное дело, в интернете особенно. Несмотря уже на преклон, на свой возраст, уже преклонный, он все-таки очень много людям помогает, отвечает, занимается. Это, понимаете, это эти слова говорит человек, у которого совесть есть. Человек, который не до конца задавлен трусостью, корыстью. Может быть, у него, может быть, у него вообще нет, но вообще, когда человек такое говорит, это говорит о том, что он с бородой, он мне нравится по виду, по всему. И он рискует многим, говоря положительно где-то, это не просто так. Андрей обо мне отзывался положительно, и вскоре началось на него такое гонение, хотя за другое. Так что, отец Максим, приготовьтесь. Просто так, обо мне отзываться положительно, это даром не пройдет. Это я уже знаю. Это на сто процентов. Вот так дальше. Хотя говорит абсолютную правду. Ну, со своими, как говорится, немощами. Ну, и говорится, то есть он подбирает слова, и сказать плохо никак, значит, назову немощами. Ему непросто было отвечать. Если бы его арестовали, и мы бы сидели где-то в тюрьме, он бы прямо говорил. Это Игнатию, как Кураев, говорит, ему все равно, епископ и епископ, патриарх. А мне, говорит, не все равно, что скажет епископ и как. Ну, вот видите, как ему трудно было говорить. Как говорит святой апостол Павел, очень важно, что он об этом говорит сегодня, Игнатий Тихонович Лапкин. Многие люди об этом забывают, что я этому рад, если проповедует Христа. Видите, многие забывают, конечно, в виду, которая нападает. Которая нападает, то у них ничего нет. Вот Андрей, этот, Максим Степаненко сказал, то вы с Игнатием маленько сравнивайте. У вас же 5% не сделали того, что он сделал. Мне это не нужно, похвала. Но это реально. То есть это такое хамье выросло. Ни на возраст, ни на опыт, ни на что не смотрят. Это бешеные, лютые волчата подрастают. Но на них дубина хорошая приготовлена у Бога. Может быть, 16-й год. Под корень Бог будет выжигать и вырезать эту скверну, скверну патриаршию, которую наплодили они. Это гниль сойдет. И обновится церковь, как предеки императоре. Дальше. Как говорится, бывает так, что проповедуют со всякими искушениями, с немощами, со своими прищудами. Все много говорится с немощами. Я думаю, что он так говорит, и как-то слова такие тихие, видите, со всякими искушениями. А как понимать слово искушениями? Ему, может быть, хотелось бы сказать что-то другое. Я даже не буду залазить ему под язык-то. Немощами. Какие искушения, какие немощи. Но он имеет только в виду то, что я не совсем согласен с патриархией. Тут одно заложено. Ему нельзя сказать, как сказать. И претензий у меня никаких нет. Если бы он говорил, как впереди Харин, он бы открыто все это сказал. Он не может. Его выбросят сразу. Выбросят его, ну, как три этих ишебских священника, Диамидом. Да с любым. Отец Глеб Якунин, как они? Дальше. И поэтому, если что-то в Игнате Лапкине кому-то не нравится, это не значит, что Игнат Тихонович плохой, да? Ну, просто, как говорится, он не для вас. Ищите себе другого проповедника. Это Андрей Кураев и говорит. Видите, как научили? То есть, благослови его Господа, чтобы лишнее не затронуть его. А если через Игнатия Тихоновича вам что-то приходит, ну, слава Богу, молитесь о его здравии, потому что такие люди, они редки. И в советское время, конечно, это был очень известный человек в церковных кругах. И нам сегодня, конечно, столько ревности и смелости и мужества в проповеди Слова Божия, какое он явил свое время. То есть, нам бы Бог дал это. Ну, в общем, хорошо. Хорошо, конечно. Мое желание, чтобы он раскрепостился, встал в полный рост. А это говорит о том, что, как он говорил, вот так вот, и только думал только о попах, которые его сожрать могут сразу. Я расшифровываю, как это есть. Пророка Иеремия с него не получится. Это определенно. Это не пророческий голос, который он сказал. Самый момент было сказать, ну, как есть. Так что, низкий поклон даже за это. Это уже, даже чуть-чуть жизнь мерцает где-то, это уже подвиг сегодня. Если епископ говорит, не женатый и не гомик, то это уже хорошо. Это уже, ой-ой-ой, как высоко. Фейм, фейм. Просто невероятно, что есть деревни православных. Как я хочу так же жить. Дальше. Михаил Кальмаев. Встреча двух миров в одном православии. Это он говорит о моей беседе с отцом Сергием Бирюковым. Один мир взял за основу труды Игнатия Брянщанинова, другое Слово Божие. Другое Слово Божие. Он взял, а у меня Слово Божие. Да, уже две вопросы. Если отец Сергий придет, мы расстались по-хорошему, я попросил благословения, то будут еще ролики. И просто сами делайте сравнение. Хорошо видно, как далеко отстоит современное православие от учения Иисуса Христа, апостольского предания. Вот так. Это абсолютно правда. А священник, как человек, добрый и искренний, может быть, поэтому Бог и привел его к Игнатию Тихоновичу, чтобы отец Сергий проснулся от благостного сна, увидел суд будущий, страшный и нелицеприятный. Вот так. Служение священника ответственно, и поэтому весьма страшно, ибо он отвечает не только за себя, но и за посом их. Ой-ой-ой, не туда нажал, ладно. Я подтяну сейчас. Хотел букву суд, с большой букву-то, но не получилось, ладно. А если вы, отец Сергий, не выдерживаете критериев, о которых говорит Игнатий Тихонович, то лучше идите за штат, работайте простым друженником, так будете честнее. Абсолютно правда. Не надо этого бояться, что сан снять. У него еще не принято время когда-то, вот у старобряца проповеди нету, и вдруг у них появляется отец Сергий Дурасов. И он все сказал митрополиту и всем, они немедленно сожрали. Был епископ такой у них Михаил Семенов, пришел из православия, экстраординарный профессор Санкт-Петербургской духовной академии, и перешел к старобряцам белокринской иерархии. Что они с ним сделали? Он не мог выдержать всего этого, сошел с ума, где-то его избили, он умер. Умер-то он где-то в 40 с лишним лет только было. А называют теперь его апостол 20 века. Так что, ну вот так, как есть. Владимир Миронов. Хуже волков, животные. Поп-стрелки переведет на староста, чтобы сухим выйти. Помоги Христос этой женщине. Ну это про Жолниров говорит. Действительно так, действительно. Юлия Долбнева. Сестра Нина, интересный человек. Помоги ей Господь. Спаси Христос и Владимира, и Юлию. Дальше. Фейм, фейм. Какие певучие именно Нестор и Еремей. Я думал, что уже так не называют. Моя мама последняя с чудным именем. У меня маму зовут Неонила Анфилофьевна. Ну представьте себе. Анфилофьевна. Вот сейчас у Володи мама Арефьевна. Почему? Называли посвятцем. Я прошу, называйте посвятцем. Судей. Потому что это несправедливо. У нас заобщина, там махонькая община. Ну потеряет какие-то-то. Епископ положил в щицы, чтобы церкви могли о ней говорить проповедь. Четыре щица. Четыре Игоря. Все четыре Игоря. Из них даже два Игоря Владимировича. Брось, говорит, в собаку попадешь в Наташу или в Елену. В Ленку. Дальше. Юрий Соболев. Актуальная шутка с Кураевского форума. Кавычки открыты. Впервые на Телектране. Совместный проект канала Спас-ФМ и радиостанции Радониш Плюс. Фабрика старцев. 12 монахов и молодых иереев находятся в затворе в одном из валамских скитов. Они борются со страстями, бесами и друг с другом. Это самое главное. Бесов они не видят. Друг с другом. Да. Но только один из них станет старцем. Вот задача поставлена. 150 телекамер спрятаны в кельях. Трапезные храмы будут круглосуточно фиксировать картину сложной духовной жизни участника программы. А известные в Сельсии духовники научат их всему, что должен знать старец. Старец к ним едут узнавать как. Что нужно знать будет им? Как истово служить и исповедовать. Чаще прищищать, чаще прищищать и исповедовать. Потом. Как проповедовать пришествие Антихриста и печать зверя. Как смирять и сталкивать между собой духовных чад и грамотно разрушать сложившиеся браки. Как вызывать ближним чувство глубочайшей греховности. Грешные, грешные, многогрешные. Господи помилуй, Господи помилуй. 40 раз. Вот это вот самое непригодное, что давным-давно надо выбросить. Вот. Глубочайшая греховность. Это дослуга такая, захлебывается прямо. Я грешен, многогрешен. Ну грешен, многогрешен. Так и иди на работу. Че в попы-то лезешь. Дальше. И как вычислять число зверя с точностью до четырех знаков после запятой? Как заключать девственные браки и создавать монастыри в миру? Ага. Кто же станет старцем? Это решать вам, братья и сестры. Просто отправьте смс на короткий номер 666. 666. 666. Здорово вообще. Семья Домнич. Игнатий Тихонович, здравия желаем и вам, и вашим близким. Хотелось немножко пояснить свое столь пристальное внимание к той ситуации, что была у вас с Сергеем Козловым. Мы не пытаемся гнобить Сергея, Боже упаси, или настраивать вас на него никак нет. И те вопросы, что мы задавали вам в последнем письме, мы также задали и Сергею, и получили от него конкретные ответы на них. И просили его покаяться перед Богом и вами, и не обижать тех, кто его любит и считает другом. И сегодня утром, по обыкновению, смотря на ваш новый выпуск номер 40, с большой радостью и благодарением Богу узнали, что Господь расставил все на свои места. Слава Христу! Закрыли тему. Может, это письмо не публиковать? Как вам угодно. Мы очень рады тому обстоятельству, что можно вот так запросто обсудить те или иные проблемы, тревоги и переживания с вами, и всеми теми, кто смотрит и слушает ваш канал. Ну, допустим, мне вдруг какой-то образовал, ну, подсказал такую тему сделать. Ну, и хорошо, что все знают. Знал бы один. И люди уже отзываются, что это положительно. Вот. А тут сегодня я выставил нашу беседу с Сергеем Козловым. Он там свое записал, выставил уже. Я выставляю здесь все. На мои больше записанные никто не может претендовать. Что я записываю, я заранее предупреждаю и выставляю. Даже не надо просить. Если не согласен кто-то, а я не хочу в интернет, я сразу нажимаю кнопку и больше не приходи никогда. Зачем мне это нужно? Вот так трусы рождаются. Начинают что-то высчитывать. Как раз это, что высчитываете, вырезаете, это может быть самое главное. Вот в чем дело. Дело в том, что вот у меня стихи, их стихами-то нельзя назвать. Или вот, ну, людям именно нравится отдельно, они прям восхищаются. А другие, видеть не надо. Я насчитал архипелагу Лаха, один говорит, вот лапки насчитал, видно, что настоящий зэк. Каждое слово в душу ложится. А другой, у него произношение неправильное, он ударение делает не там. Его к стенке поставить надо. Не стоит портрет Сталина или Ленина держат, они только к стенке поставить или повесить. Так и со мной они. Так. Слава Иисусу Христу! Вот так вот со старшей сестрой разговариваем. Включается телефон за пять секунд. Ему весь год перезванивается, она проверяет, все ли у нас благополучно. То есть мы никого не обманываем, ничего. Вот, это нам у государства дало такую возможность славить Христа бесплатно. Дальше. А по поводу тех людей, которые посоветовали вам заняться ответами на вопросы, как вы говорите, трудящихся, их отношения к вам. Я думаю, если они недруги, и таким образом решили заложить мину замедленного действия в расчете, что у вас в итоге не хватит чисто физических сил и времени заниматься отдельно какой-то вам уже привычной деятельностью, и этому есть уже подтверждение. Видите как, вот он пишет, есть подтверждение, что я много времени даю от утреннему часу, а остальным уже стал меньше отвечать. Отвечай, это не так. Наоборот, расширилось. И кто это написал, дал тему, толкнул там, враг говорит, благослови его, Господи. Мне все время нужно дать толчок где-то. Вот, у нас несколько человек стали ходить католикам. У меня мгновенно три материала вышло о католиках. Вот, сразу же. Напал епископ за слово Божье, даже о слове, о русском языке. То есть, какой-то намек дать надо. Вот, дали намек. Почему? Я работаю в той среде, где у меня времени не хватает, и вдруг новая тема, я не успеваю. И меня толкает, поэтому я очень прислушиваюсь к тихому веянию ветра. Не оставляю без внимания ни одного замечания, даже ругания. Посмотрю, что за этим стоит. Юрий Соболев вам уже отписал свои переживания, что общение становится меньше между вами. Между нами, мной и им. Я думаю, и не только между вами. Помолитесь по этому поводу. Попрошайте Бога. Хорошо. Возможно, урезать нам в выпусках так называемую саморекламу с сайта и форума. Времени она отнимает ого-го. Или Никиту однозначит замом по связям с общественностью. Читает он уже более-менее ровно. Опять похвала Никите. Да. И улыбка типа. Глаза, нос и рот улыбающийся. Да? Да. Ну, дальше что? Ну, да, все в руках Божьих. И как показывает практика, Господь даже самое худое дело против него может обратить в пользу спасения для погибающих душ. Видите, как Мудра отвечает так. Я отвечаю здесь. Я молюсь об этом все время. И благодарен, что открылась такая тема. Татьяна. Добрый день. Спаси Христос. Игнатий за молитвы. Это отовсюду идут целыми днями благодарны за молитвы. Молятся. А там младенщик, у нее нужно операцию было делать. И привезли ее из Киргизии, Новосибирск. И теперь пишут. Александры сделали операцию. Сегодня уже выписывают. Все, слава Богу. Только еще обнаружили и на другом глазике катаракту. Дали капли. Если не поможет, то и на другой глаз нужно делать операцию. Видите, какая радость. Говорят, под старость. Куда? У стариков-то треугольник где? Что? Телевизор. А нет, интернет у них нет. Туалет, холодильник. Вот они все и крутятся здесь. Поэтому неинтересная жизнь. И родственники ждут, когда они умрут. Больше ничего нет. Как к одному священнику знакомому. Пришли молодые и просят. Батюшка, благословите, отравить там родителей. Бабку отравить. Замучил. Не умирает, ничего. Лежит из-под нее. Убираем уже сколько лет. Благословением пришли брать. Да вы сейчас с ума сошли. Это есть такие народности, где старец человек, он узнает, что так и есть. Берут его на закорке, то есть на спину-то. И тащат в горы, и там оставляют. Он там умирает. Умирает день-два, помучился и все. Михаил Кальмаев. Нина Александровна. Мы все тебя любим и молимся. Хорошо, что ты слушаешь своего наставника и не имеешь обиды на этих людей. Юрий Соболев. Благодарю за весточку, Игнатий Тихонович. Рад был получить ее. По поводу Сергея. Мое отношение к нему ровное и мало что изменилось. Все, с чем был не согласен, написал и ему, и вам без обиняков. Никаких камней в карманах нет. В чем обидел кого, да простит мне сей грех Господь. Касаемо выпусков. Я не знаю промысла Божия и не знаю, какая польза от роликов ежедневных отчетов по событиях для разных людей. Но лично для меня ваши скайп-беседы более значимы и интересны. Так как это всякий раз живой опыт миссионерской работы. Живые люди и их мысли, эмоции. Это всякий раз новое событие. Ну, с кем-то я беседую. Скажу, что не уменьшилось. Поэтому, вы видите, я сколько выставляю разных бесед, новых. Не уменьшилось нисколько, а может даже увеличилось. Так что, Юрий, вы, может быть, кое-что не пропустили, даже сравните. А то остается. Но это у меня совершенно отдельно. Переписка, ее я нигде не публиковал. У меня вчера только разговаривали. Сколько еще пленок. Это примерно две с половиной тысячи часов. Нет, у которых занятия в университете были. Одну проповедь прослушали и ахнули. Это ваша проповедь. Я не могу весь день опомнить. Как это? А их там, может быть, тысячи. Ну, кто это и займется? Вчера мы как раз об этом говорили на занятиях. Посмотрите, какие магнитопоны надо, как оцифровать. Я не могу. Мне пришлось оцифровать и так почти 50 книг. Дальше. А у роликов, отчетов такого экшена нет. А что такое экшена? Ну, экшен-то действие. И переводи еще боевик, жанр фильма. Ну, ладно. А ведь уже привык. Хочется новинки, нового человека и вашего с ним общения. Это есть. Все это есть. Смотрите, уже за эту неделю сколько у меня было. Ну, кто я такой, чтобы советовать вам, Игнатий Тихонович? Как верно сказал в беседе Михаил Домнич, за благо принимаешь одно то, что Игнатий Тихонович нажимает зеленую кнопку «Принять в скайпе». А кто я такой? Преподаватель Красноярского университета, академии и ведет там курсы катехизации при епархии. Кто такой? Вопрос-то, кто такой, ко мне надо говорить. У меня вообще никакого образования нет. Кроме, ну, я профессиональный строитель, техникум закончил, ну, учился в мореходном училище. Ну, к этому-то не относятся. Я учился самостоятельно. Лариса Синько, с благодарностью Великой за подаренные уроки. Дальше. Ангелина Устинова, для Игнатия Тихоновича Лапкина. Вот понимаете, я когда вернулся из заключения, то у нас был такой юноша один, он сейчас уже на пенсии, приходит иногда. А вон Акафис написал, что я там был. Радуюсь, благодатная Богородица там, и дальше Игнатия, торжествуя, он на суде был, видел, как я отвечал, и все это, все сложил. И с такими припевами Акафис настоящий сложили. Я смеялся, смеялся, говорю, Акафис мертвым, пишут, не живому, я говорю, ты, Володя, что делаешь-то? Ну, я так понимаю. Вот он мне как раз этот крест и надел. Перед тем, как арестовать, пришел, я сижу, не оборачивайся, на меня надевает крест. И цепочка такая, он священнический, это, я пощупал крест, ты что делаешь-то? Потом я, наверное, понял, я где-то копался и нашел, где расстреливались священников, похоже, священнический крест. Серебряный крест, хороший. Ну, я цепочку-то убрал, а его завернул, он у меня всегда с собой был, с собой внутренний короб. А меня арестовали, он у меня с собой. Арестовали, я его не успел выложить. Но теперь там-то везде просвечивают, там приборами узнают, железки-то, отберут. Куда его деть? Уж я думал-думал и взял его под стельку в сапоге. Положил, посидел бы, а на крест наступать нельзя. Я тогда вытащил, вытащил, что делать? Уже в тюрьме. Прошел несколько проверок, а со следователем отношения накладываются. Пищегов Виталий Николаевич. Я говорю, а вы могли бы мне то, что не запрещено, вынести отсюда и передать жене? А почему нет-то? Ну, только уж точно, дайте слово, да, точно. Ну, а я тогда вытаскиваю, у меня там хлеб-то дают в тюрьме-то. И корочка где-то есть, я выскрип оттуда, туда его заложил наискосок. Вот какая булка-то, стоит кирпичная, и сверху замазал этим. И все, и они откладывают в сторону, нигде не проверяют. Я тут сразу расковырял, ему подал, крошки убрал. Он так и говорил, ах, ну это вы все, я говорю, все проверки прошел, они не нашли. Не нашли. А где прятать в камере, я всю науку тюремную старался изучить, узнать. Самое лучшее брал. И уже через месяц я был как закоренелый зэк, мог даже советы давать-то. А он не вытерпел. И вышел, я сейчас выйду, вы посидите, вышел, и через коридор, и к другому следователю зашел и говорит, вот это я наткнулся, говорит. Человек говорит, все проходы прошел, говорит, и провез, вот крест смотри какой. А как вы узнали? А у него там тот следователь допрашивает зэка какого-то, и тот зэк все видит, и потом этот зэк попадает в нашу камеру и рассказывает, и смотрит. Вот это не ваш случай, но он там меня не видел, сидит там, я говорю, мой. И поэтому я знаю, только не знаю, как он по коридору шел, остальное мне все известно. Вот как бывает. Этот крест. Я оказался вот у нас лежит, теперь он на столе. Люди приходят, каждый берут, я каждый раз прилагаю к больному глазу и все еще что-то видит. Приехал один, у него вены, вены вздулись на операцию. Это взял, крест приложил, выехал домой и говорит, что-то у меня лопнуло, вытекло, и вообще нету, ни операции, ничего не делать. Другой приходит, что-то болел, крест приложили, то есть он обладает чудодейственной силой, крест. Он немой, я его положил, не прикасаюсь. Тебе веришь, бери, не веришь, нет, поцеловал, положил. А у нас все приходят и его берут, вы видели. И вот это пишет Устинова. Дорогой наш дедушка Игнатий, у вас так много ненавистников-врагов. С завистью они на вас взирают, но не снять им с вас от Господа венцов. Вот как. Дальше. В Библию смотрят и не видят, извращают все, оправдывая ложь. Мне их жаль, они всего лишь люди, и не снимут гордость с их ума оков. Ох, как написало стихотворение. У меня таких стихотворений, оды целые пишут. В общении с Богом вы найдете утешение, и есть друзья помолятся о вас. Пост, строгость и о ближнем попечении, молитва, труд и аллилуйя на устах. Вообще. И снова день пройдет, дорога этой жизни, все больше приближается к черте. То есть к могиле. Восьмой десяток лет, и вы спешите побольше рассказать всем о Христе. Ох, она точно знает. А я так рада, что для каждого из нас вы многое просеяли носите. Это просеяли носите, в одном стихотворении Витя его поет. Произнесли Господь, а не Аллах. Была возможность вам вопрос всегда задать. Вы строгий, но доходчивый учитель. Ох, как. Я первый раз вас встретила в деревне. Вы стих тогда сложили обо мне. Я помню до сих пор библейские те строки. О послушании женщине, семье. Спаси Христос за вашу доброту. В деревне вас зимой не хватает. Пораньше приезжайте на родину свою, где дух от городского шума отдыхает. От снохи Устиновой... Ангелины. От снохи. Представьте, вот от снохи такое стихотворение. Ну, скажите, у кого снохи есть, кому как это приятно слышать-то? Там внук нашелся, Максим Каскун. Это за одно утро, за один день только. Как эта тема-то? Так бы никто и не знал. А похвалиться-то как можно? Сноха. Вот она по Теряевку приехала, ей все полюбилось. Она училась на курсах, фото там где-то. Она какие-то снимки прекрасные делает. Мы работаем где-то, мы в лесу. И она прошла все, и пролезла в эту трубу, которую мы под землей, под дорогой делали. И все сделала в самом начале съемки. И главное, дети, как называется, первый сын в Орлах, уже ходит, и Назарий. Назарий. Вот. И она все полюбила, вот все полюбила. И там эти какие-то птицы, петухи, там все. И ходит там ягненок, который бегает из соски, и она куда ни пойдет, за ней эта живность ее вся бежит. Она такая ласковая. Вот, пожалуйста, сегодня утром, это за день что пришло. И одна пишет, ну я не стал говорить, она не хочет фамилию. США. Дорогой Игнатий Тихонович, сейчас у вас в Барнауле около 4 утра, и возможно, вы подключаетесь к скайпу именно сейчас. Мой открытый, я готова к разговору с вами. До встречи. Вот так. Ответ. Вот, это мне надо будет сейчас снять и ей дать. Так, я отвечаю. Игла, мне можно звонить с 3.00 до 17.00 по Москве. Всегда помните, что мы все выставляем в интернет. Никаких тайн, ничего даже близкого к тому, что может как-то вам повредить, никогда, никогда вы мне не говорите. Не люблю и отрицаю всякую тайну. Если человек сам не смог удержать тайну, то для чего они пытаются это сделать через кого-то. Вам я всегда рад. Но в разговоре нашем не намека на то, что вы против того, что у нас все записывается и выставляется в интернете. Это моя запись, и ею я сам воспоряжусь без ужимок и без создания орела тайны. Кто пытается наложить замки на наши разговоры, те потеряны. А вы для меня очень дороги, ибо через вас я бы вошел в близкие отношения с отцом Александром Мень. Видите, какие дорогие люди для меня есть. Она многое хотела бы сказать, сколько раз уже не принимаю. Только говорит то, что не является секретом. Не надо. А у нее очень важный вопрос. А потом в личку маленько напиши. Да. Итак. Итак, милости просим. А уж если без тайн вовсе никак уж нельзя, то только в письменном, в виде здесь, на моей почте, пару слов. Так. Дальше. Антон Моргунов. Мир вам, дорогой Гнатий Тихонович. Не перестаю удивляться дивным делам Господа Бога нашего. Просил я у Господа научиться молиться неправильно. Так и просил. Или вот, как Игнатий Тихонович молится. То есть он просил у Бога научиться, как Игнатий Тихонович молится. Это еще что-то стоит? Дайте. Читая на вашем чудном форуме, как раз нашел составленную вами молитву. Царю Небесной, Тресвятой и 100 поклонов. Очень обрадовался. Переписал себе и молюсь. И молюсь. Это тоже скажет. Я сын ваш духовный. Хотел еще спросить про нательный крестик. Можно ли мне носить его некрещеному? Крещение было обливанием. Как тут же, смотря на ваш видеоролик, получаю от вас ответ на свой вопрос. Видите? На нем? Вы на нем с парнем из Минска беседовали о крещении, если не ошибаюсь. Получается, меня грешного Господь слышит. А в этом пишет. Только, говорит, вопросы какие были, вдруг зашел, или вы говорите прям сразу в тему. Это Бог так делает. Таких свидетельств у меня сотни. Сотни. Особенно Юрий, говорит, это уже он не меньше сотни раз говорит. Вот о чем только подумаю, говорю, включая на выбор вашу любую проповедь, с какой-то середины, вы прямо сразу говорите на мой ответ. Как это? Откуда я знаю, как? Бог. Бог. Вот от щародейства, гипноза учился, гуру там, псевдоправославный, это с вами на суд пойдет. Огромное спасибо за ваш православный форум, сайт и видеоканал. Если возможно, помолитесь за меня грешного Антония, дабы жизнь мою Господь направил по слову своему ко спасению души и жизни вечной. Да поможем. Да вменятся труды ваши дела добрые перед престолом Господа Бога. Спаси Господи вас, Никиту, Володю и общины ваши. Аллилуйя. Дальше. Милана Давидов. Вопрос к Игнатию Лапкину. Почему вы считаете, что имеете право проповедовать, научать широкой аудитории? Кем вы себя признаете? Раба Божья Милана. Ну эти, что и как, и я отвечаю. Иеремия 20-го. Какой ответ? Что Бог говорит? Подумал я. Не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его. И не мог. Не мог. У верующего другой вопрос. А как ты мог не говорить? Вот это. Как ты мог удержать это? Значит, ничего там и не было. Это говорит человек, который не знает этого. Дальше. Филиппийцам 1.18. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Это Павел говорит. Говорит о тех людях, которые не священники. Пишет целой общине. И дальше. Марк 16.15. И сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Это касается всех до единого. Никакой харизмы не надо специальной. А так как дыхать. Дышать. Дальше. Деяние 8.4. Между тем, рассеившись, ходили и благовествовали Слово. Ян Златоуст говорит. Апостолы остались на самом опасном участке Верусалима. А вот все остальные проповедовали. Николай не Гоголь. Сергей начал с вопроса. Что происходит с людьми? Это он говорит. Это не мои слова. Дальше. Переводит стрелки. Вместо того, чтобы задать вопрос правильный и себе самому. А что происходит со мной? И никто рот ему не закрывает. Говорить может все, что думает. А вот разводить дрязги и клеветать на Игнатия Тихоновича не надо было. И сейчас прощения даже не просит. Ну, я скажу, что попросили мы прощения друг у друга. И все. Это речь идет. Я ролик сегодня выставил этот. Вот. Это я взял эпиграф к одному месту. Считай. Иов 13.10. Строго накажет он вас. Хотя вы скрытно лицемерите. Лицемерите. Вот как нужно делать. Вот Николай говорит. Вопросы к 35-му. На какой секунде, на какой минуте и как это делается. Вот. И один мне написал, тут мы увидим кратко, это мелко так, но я повыше, лучше сделал. Он написал что? Гимн для сайта во свете Библии. Вот гимны пишут. Гимны. Это вообще. Надеюсь, что получилось. Куплет первый. Где твердость руки и сомнения нет в христовых пресветлых путях, нам путь освещает лишь Библия и свет в земных и небесных мирах. О. Должны мы нести Слово Божье в сердца всем людям планеты Земля. Забытые строки из уст мы в уста предметом глаголем Отца. Он создал всех нас для спасения душ своих и чужих до времен. Вождю современности в духе святом Игнатию низкий поклон. Ну, я не переправлял ни одной буквы. Припев. Во свете Библии поем об истине. Мы путь прокладываем свой. В стране, что близкою зовем российскую. Ведем мы православный бой. О, как. Это у Толстого Алексея стихотворение «Воздвигнем встречное движение». Что говорят, кто вы такие, чего вы? Хорошее стихотворение. А вы скажите «Встречное движение». Да вы, несчастные, им отвечают «Пробьемся к берегу». Все рухнет. Где пали в грехах, забыл Божий страх, правители нынче в слезах. Ты смело шагай и не унывай, других на пути наставляй, направляй. Ну, можно, ну, да. В Христовом пути нам нужно идти, пройти километры дорог. Мы слышим вперед, труба нас зовет, и это все делает Бог. Понятно. У меня есть такое стихотворение. Сушите сухари, уходим до зари. Поход нелегкий, неблизкий будет. Все то, что съел, в тебе перегорит. Маящит впереди одни лишь будни. И все это гимн получается. Сушите сухари, уходим до зари. То есть это на проповедь. Дальше. Припев. Во свете Библии поем об истине, мы путь прокладываем свой. В стране, что близкою, зовем российскую, ведем мы православный бой. Надо, чтобы кто-то положил на музыку и сыграл. Тогда еще будет полновеснее. О, сколько врагов и столько друзей, о Боге ты не забывай. Ты в жизни своей все преодолей, лишь к Божьему Слову взывай. Оно тем сильно, и сердце твое звучит все ясней и ясней. Ведь Бог свет создал из ничего, и в мире всем станет светлей. Припев. Во свете Библии поем об истине, мы путь прокладываем свой. В стране, что близкою, зовем российскую, ведем мы православный бой. Эти гимны, стихотворения, а никто бы это не знал, если бы эта тема не была создана-то. Дальше. А, ну это Сергей уже там говорит. Ну вот теперь дальше перейдем на свое, как у нас обычно идет. О, это я сейчас уберу, что тут у меня есть. Это новое, которое перекладываю. Вот. Вопрос. Вот. Это мы были. Вот это. Вот он как раз гимн мне перенес. Это самый он, да? Да. Дальше что? Станислав Воронков. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. С прошедшим праздником Святого Крещения Господня. Запятая. В 39-м ролике о вопросах, пожеланиях и так далее, косяк кавычках, видео и звуком. Со второй минуты 27-й секунды по третьей минуту первую секунду. Посмотрите этот ролик. С уважением, Станислав Юрьевич Воронков. Не буду смотреть, не буду. У меня ни времени нет, ничего я не умею делать. Игнатий Тихонович, со звуком плохо что-то, да? Игнатий Тихонович, я посмотрел. Что, нормально? Там несколько минут картинка такая рябит, вообще ничего не видно. А, ну, что сделаешь дальше. Нет, я ничего не сделаю уже. То есть, а не смотрите. Ловьев Олег. Игнатий Тихонович, благодарю Господа, что вы один из немногих православных несете свет Библии. Вы пишете, что монашество выпило соки из народа, но в то же время утверждаете, что на епископате православной церкви благодать. Откуда там благодать, если они из монашествующих? Ежели они слово Божье изменили и жену епископа отменили. У епископа отменили. Отобрали. Да и как благодать в кавычках, в скобках. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечесть и мирские похоти, целомудренно и праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Скобка закрыта. Может присутствовать на тех, кто отвергается этой благодати, учение благодатного Слова Божия? Я ответить не могу на это, потому что я православный, поэтому Иоанн Златоустцы, все говорят об этом. Ну, если явное дело, что он там гомосексуалист, тут уже ходить не надо, он извергнутый. Но остальное бывает и неправда, даже это обвинение, и то надо проверить. Ну, верю в несоответствие, и все говорят, да какая там благодать, да какая благодать, вы сами видите, вы все видите, и как можете ходить в эту церковь? хожу, признаю московскую патриархию благодатной. Ну, вот такой, как и есть. Как-то мне один сказал, ну, как-то отец этот, Кирилл Угумин говорит, раздваивайтесь, я говорю, я не раздваиваюсь, а расстраиваюсь. То есть, тройное. Одно дело, я гражданин, другое, я христианин. Как гражданин из-за смертной казни, всех этих маньяков и прочее. А как христианин, я молчу и говорю, я против казни. И все, хотя бы у меня всех родственников убили и за убийцу, чтобы убили, я не буду голосовать. Ну, и дальше немножко еще. Елена Трегубова, город Воложин. Я в восторге от того, что увидела. Сила молитвы такая у вас. В принципе, жизнь была непроста. Я разместила ваш сайт на своих страницах. Чем помочь еще? Мне бы ваши молитвы просить. Я смотрел, и от вас чувствуется энергия сильная и хорошая. Ну, я хочу всем сказать, раз вы выходите, то вокруг меня, которые там бегают, они их высчитывают, и сейчас буду заливать грязью их. Ну, разберитесь. Да ничего нельзя сделать. Это здорово, что у нас есть враги, Бог испытывает. Это все на месте. Если не терпят сопротивление, и англичане говорят, ваше дело, оно не устоит. А святые говорят, если дело Божие, оно будет подвергаться искушениям. То есть, у меня все сходится. Благодарю. Что тут было? Валентина Чарыева, город Ярославль. Как батюшка Игнатий мне начинать? С чего? Посоветуйте, пожалуйста, простите, ведь мы, ведь вы заняты, я же слышал о ваших выступлениях. Валентина Чарыева, Валентина, дайте сразу, жим мне ваш точный адрес, Ярославль, и телефоны ваши. В Ярославле у меня живет программист, очень дельный, глубоко верующий. Я ему дам ваш адрес, и телефоны, и он поможет, может помочь во всем, и не раз, и не за деньги. Приджи 17.17. Друг любит во всякое время, и как брат, явится во время несчастья. Я ответил, и сразу местами Писания, сразу. Привязать людей не к себе, а к Святой Библии, чтобы проходит время, он сам начал понимать, где Дух Божий отвечает. Люди не к нам приходят, ошибка священников, именно в этом заключается. Но самые простые вопросы, и все это, да любой священник тебе скажет не так. Вы, надо все время сводить, а тут, вот, ответ, и тут все, единодушие. Приджи 18.25. Кто хочет иметь друзей, то ты сам должен быть дружелюбным, и бывают друг более привязаны, нежели брат. Сирахов 41.24. Братья и покровители, во время скорби, но вернее, тех и других спасают милостыня. Ну иногда, вот когда Сирахов, это одна книга такая, то тут на одну главу больше, может быть 40. Это в интернетной версии. Дальше это что? Алексей Куликов, спасибо батюшка за такие слова, спаси Господи. Еще вопросы, если можно, как стать сильнее в духе, как стать воином Христовым, постоянно бороться с собой? Видите, он спросил вопросы, я отвечаю, вот мой ответ какой, найдите, где мои слова, я просто вместо, какой, Е6-11, Псалом 21-20, Псалом 58-18, Исайя 49-5, Аввакум 3-19, Второй Тимофея 4-17. Я 6 свидетелей дал ему, 6 свидетелей, все отошел, где мои слова? Отчего так попытано меня летует? Я ничего не отвечаю, фактически-то, я просто знаю, где, ну, чтобы ответить, я отвечаю именно так, даже в университете, я стою, я на память, отвечаю, бывает из 10 книг Библии, ну, Бог дал память, и веру, что это необходимо людям. Дальше. От вас чувствуется хорошая энергия сильная. Ага, что дальше я отвечаю? Елена, мир вам, если бы дали наше объявление у себя и своих друзей, попросили далее его распространить, чтобы найти наших соратников. Как мы начинали, с палатки в деревне, вот, просчитайте просто, смотрите, времени нет, я поскорее сейчас передвину. Дальше. Елена Трегу была. Встречается на улице, одевший без платка, ну, куда это годится? Женщина должна быть в платке всегда, чтобы ни одной волосинки не было видно. Интересно, я печник, ну, а печь это делаю, я делал в разных республиках, неукротимый в работе был. У меня все время почти 300 процентов, и 280 выработка была. Это, к примеру, работать надо. И вот казашка говорит, а у нас все в платках ходят. Если женщина выйдет замуж, чтобы солнце не видало волос. Ну, примите еще, посмотрите на мусульманах. Ну, с чего ради его волосы? Это называется простоволосая. Хорошая женщина, все без платка стоит, видно, что не жаркое лето. Встречается на пути искушения, душа получает раны. Может, у меня так, у меня есть дядя, он был диаконом, он ушел из диакона, увидел, что творится. Да, но теперь как-то подниматься нужно людям. Спасибо за беседы эти. Очень глубоко. Это Сталина спрашивает, сейчас в интернете стоит, как ты стал революционером-то? Из-за того, что увидел непосредливое у царя, он говорит, нет, в семинаре учился, увидел, что там делается, и стал атеистом. На Ростынех Якуба Колоса, посчитайте, посмотрите, Помиловского бурса. И что сегодня делается? У меня один знакомый говорит, я уже все закончил, было хотел, но последний экзамен надо было в Москву ездить. Я посмотрел, как что делает, а я говорю, теперь никогда священником не буду. Я могу назвать фамилии, все, в каком городе живет, ну, просто не хочется. А что делать? Они не учатся, ничего, вечер наступает, куда-то в дом. Пошли по бабам, это семинаристы, которые будут священниками, выпивка все время, и приезжают экзамены сдавать. Московское духовное семинарие. У нас был Жданов, Владимир Георгиевич, профессор, против пьянства борется. И он говорит, я веду уроки, специально патриарх Алексей Второй попросил его со спившимися священниками. Это наше, о деревне, входной ролик. Виктор Гера, город Львов, Украина. Пишет, этот фильм невозможно не досмотреть до конца. Кто не верит, пусть проверит. Все, кому это не удастся, либо слишком высоко взлетают в этой жизни, либо слишком вниз опускаются. Как раз таким и надо бы задуматься над направлением своего дальнейшего движения в этой жизни. А там всего ничего-то, 10 домов. С чего тут ради? А вот это пример. Меня спрашивают, ну а если у вас будет много людей, я говорю, ну допустим, 10 тысяч. Через месяц все будут такими, как надо. Один месяц, 10 тысяч. Это работать надо. Я просто знаю это. Вот я захожу в камеру, одни уголовники, 70 человек. Шестая ходка, это шесть раз его уже судили. И уже в течение трех дней температура полностью изменяется. Они уже как за авторитетом обращаются, что у вас в Библии написано. Матерка не слышно. Курят только там, где окошко через решетку идет. С других камер стучат, на суд идем, помолиться будь батюшка. Я говорю, да я не священник. А, папа и врагожки видать. Батюшка, не скрывайся. И уже защита вокруг меня стоит. Сразу пахан подходит, а спят попеременно, шконок, то есть кровати, в три этажа, только в два раза меньше посадочных мест. Одни спят, а потом другие ложатся спать. Он подходит, а где бы вы хотели? Я говорю, где к воздуху ближе? Подошел. Так, ну, как уйди отсюда. Так, ты на горху сидишь. Ты тоже куришь? Так, уходи отсюда. Две койки, одному тут же мне отдали. Две! Я говорю, не надо мне это, отец, за вас решают здесь, не надо это. Один подошел только и стал как-то спрашивать, тот подошел. Так, у тебя какая статья? Ты изнасилуния малолетки сидишь, мразь! Ты еще раз к отцу подойдешь, в параши головой будешь. Все. То есть охрана из преступников. А я всего только там день пробыл, не полный день. Что значит благодать Божия? Это пять тюрем и везде одинаково. Особенно лютует в Новосибирске тут конвой, когда везут. Это полное бесправие. Тут ко мне подходит, подносит бумагу. Соседние женщины стучат рядом, ну, за стенкой, когда везут, ну, как назвать, клетушков, которые они. Батюшка, там напишите. Я ни слова не отвечаю. подходит, который там дежурит, по коридору ходит военный. А с чего не отвечаете? Я говорю, так я по усталу-то нельзя по-вашему. Правильно. Так, ну-ка, давайте бумагу. И тут же дает мне переписывая молитвы и все остальное. Женщины-то увидели их отношения, только сели. Это самый лютый конвой. Все, только сел, уже вся обстановка другая. Это Бог. Говорит, а ты хвалишься, а чем я хвалюсь? Благодать Божия. Хвалюсь я, хвалюсь, хвалящееся, хвалюсь Господом. И они говорят, батюшка, в туалет не водят, это невозможно, что? Он проходит мимо, я говорю, а можно вас попросить? Что? Женщины очень хотят в туалет сходить. Понятно? И он говорит, сейчас к начальнику схожу, и что вы водили. А женщины криком кричат, выводят в туалет. Ну ты, подло, ну закрой хоть дверь-то, женщина сидит. А он стоит и хохочет на нее, смотрит, она оправляется, а деваться некуда. Ну вот я сходил раз-другой, и охранники стали дверь закрывать. Все меняется вокруг. Соседний рядом через стенку другой парень, молодой, Ваня Солнцев. Отца убил. Милиционер над ним издевался. И вот теперь он едет, а мне надавали там, где я был, ну, два мешка полных там продуктов и все. В тюрьме, в тюрьме, в этой, не в тюрьме, а в Кемеровской спецбольнице на проверку. Психиатрическая экспертиза. Экспертиза. И там врачи все собрались, всех пленил, я всех зазомбировал, мы, говорит, на пенсию никого так не отправляли, как вас. Это все у меня в книгах написано, вы понятия не имеете, что такое живая молитва живому Богу, живому человеку. Вы просто не верующий, который нападает на молитвы где-то. И я ей говорю, дайте мне этого Ваню сюда, если можно, а я, они там сбитые, стоят один к одному, едва можно сесть, а я один, три и три, шесть мест, шесть мест. Переполнен вагон, а я один сижу. Вот отправляют, этап, выстроил начальник, уже стоят, все из тюрьмы, уже уезжают. Так, на этап. Жалобы есть у кого? Ну, кто скажет жалобы? Да тебе, говорится, глотку перервут. Начальник стоит. Жалобы есть? Я говорю, есть. Жалобы? Так, подошел, пока ушел ко мне, обстановка уже другая. А какая жалоба? Я говорю, ручку у меня отняли. Какую ручку? Ну, авторучка была. Так, ну-ка, идемте. Он заводит меня, а там куча, завален стол ручками, берите, какие вам нужны. Я говорю, да мое тут я не найду, он схватил мне в сумку кучу, я их всех снабжать буду. Все, все, до свидания. Мы знаем, кто вы. Понимаете? Вот я заезжаю, захожу только в тюрьму, и там дают матрасы, там сбитые, а мне не дают, а тыди в сторону. А дает это зэк, который называется хозбанда. Это к примеру просто сказать. Я отошел в сторону, он всех закончил. Так, отец, идем за мной. Дает матрас ровный, не бывшего употребления. Дает простыни, буквально накрахмаленные. А я только ступил в эту тюрьму. Только посадили, куда вас отвезти? Я говорю, где-то бака нет. Где-то бака нет. Так это, говорит, у нас шизогры, где отбывают эти, особо наказанные внизу. Отвели туда. Проходит время, подошли. Ну и как? Я говорю, воздух тяжелый. Тяжелый? Ну-ка, тащи швабру. Стекла, два раза швабру, туда, ручкой ударилась, стекла зазвенели. Ну как? Я говорю, хорошо, они уже стоят здесь. Как можно не сидеть в тюрьме-то, верующему-то? Это, я говорю, свой опыт. Когда спрашивал священники, сидели, ни у кого этого не было. Ни у кого. Это Бог так делает. Когда мне бороду снимали, начальник пришел по оперативной части. Чищенец снимает, и только, говорит, руки трясутся, а меня Аллах не накажет. Я говорю, ты-то подневольный. И в платочке, по-моему, просто расстелили, бороду собрали, и я с собой вынес. У меня две бороды, это российская газета, путинская писала. Дальше. Сергей Урсегов, город Новосибирск. Игнатий Тихоныч, я с 2007 года протестантской церкви. Как мне быть у вас такими условиями принимают? Принимают таких. Одеть жену, надеть платочек. Видно, что она хорошая, репродуктивный возраст. Значит, самому застегнуться, можно отпустить. Самое главное, быть православным. Ответ. Татьяна Баринова, город Владимир. Это наш Уберут, который вступает на наш форум. Вот такое там. Спасибо, батюшка Игнатий, за этот фильм. Очень понравилось. Помоги вам, Господи. Фильм какой там, фотографии, песнопения. Лена Воробьева, город Могилев. Это, наверное, Белоруссия? Могилев. Да, может, и Белоруссия есть. Ну, давай. Игнатий Тихонович, будьте добры, подскажите, каких миссионеров стоит, по вашему мнению, прослушать, а каких не стоит? Ну, вот тебе на каких стоит, не стоит миссионеров послушать. Я могу только сказать, считай Святую Библию, считай, она Златоуста и проще. Проповедников много везде хороших. Это надо определять. У протестантов очень хорошие. Ярла Пести посоветую, Николаевича. Вот. Ну, как это? Каких не стоит? Осипов хорошо говорит, ну, там монахи против него протестуют. Ну, хорошее везде есть. Я так не могу ответить. О чем он? Это протестантская церковь. Ага. Игла, поясните, пожалуйста, о чем речь? О форуме Исати или о деревне на жительство? Ну, я ему как раз и отвечаю. Вот. Я сейчас только гляну, переходить на следующую страницу. Это, это у меня раньше было. Ага. Ну, это вот я отвечаю, просто зафиксировать надо, а на ответ отвечаю. Миссионеров, они вообще проповедующие, как я говорю. Почему? Какие мои ответы? Дальше еще немножко. Елена Недопетина, город Волгоград. Игнатий, сердечно желаю вам и всем православным обильных благословений от Господа и его непрестанной защиты. Поэтому я не уязвим. Епископ Михаил Гордиенко, город Чупаховка. Ну, это, думаю, не про, это не московская патриархия, но я признаю, я не знаю его. Вот он, смотрите как. Раз. Он как его? Прямо или опрокидывает? Опрокидывает, опрокидывает, это по-сектантски крестит. Как же так? Опрокидывать нельзя, это положение в огроб, это не в смерть. Христос умер прямо. Нельзя бы, это, владыка, этого делать. Вот он, показывает его. Ну, присел бы и все. Видно, что это не река, это пруд, заросшая. Вот он. Это не, это не московская патриархия. Схима. Ну, по виду-то, московскую патриархию похож. А в что он говорит? Игнатий просим святых молитв о иподьяконе Станиславе, что должен в скором времени принять сан дьякона. Вот молятся. А это в нашем храме, это наш епископ, а это Максим в московской патриархии, это вот мой брат, отец Аким, это в местном соборе. Где? Вот, вот этот. Вот этот? Нет, крайний вот ближе. Вот это вот? Нет, нет, вот этот, да. Ну, я не вижу так. Ну, короче говоря, это мы в московском патриархии, в храме, здесь молимся. Наши дети все тут были, привезли, все они прищищались в один день. Мы по московску патриархию признаем только благодатой. Притом, это было еще до объединения. Дальше, еще немножко. Ольга Веденская, город Санкт-Петербург. Здравствуйте, Игнатий. Вот, не так давно общалась с иудейкой. Я спросила, почему они в Христа не уверовали? Она стала говорить, что спаситель должен был быть из царского рода, приехать на ослицы и что-то еще сказала, что каналы были закрыты. Я не очень поняла ее. В чем заблуждение иудеев? Пришел к своим, свои не приняли. Именно он из царского рода, из колена Иудина и ехал на ослинке. Ну, все сходится. Елена Трегубова, город Волжин. Встречается на пути искушения, душа получает раны. Это было уже так. Нет, не все это. Может, у меня так, у меня есть дядя, он был дьяконом, он ушел из дьякона и увидел, что творится. Игнатий, спасибо за беседы эти. Извините, хочу с вами иметь контакт в скайпе. Да, иногда нужно поговорить. Я в школе веду основу православной культуры. Да, жизнь говорит о многом. Именно жизнь. Многие это могут и не понять. Вы прошли сложный путь. Ну да, дальше. Юрий Титов, у вас в России огромное количество не курящих, не пьющих, не лгущих подонков. Ну, понятно, дальше. Вот отвечаю, просто протянуть город Донецк. Донецк. Украина? Да. Что пишет? Игнатий, вы считаете, что все, что раскручено вокруг Родионова надумано? Надумано. Отвечать нечем. Все выдумано. Все. От начала до конца. Евгений, я уже отвечал не один раз об этом. Это все накрутили, вначале ничего не было. Голова там за это была отрезана, за веру ничего этого не было. Ну, дальше сейчас я просто покажу, прокручу в Чечне. Вот я отвечаю. Том 15. У себя отвечаю. Почему вы не хотите, чтобы канонизировали погибшего в Чечне православного воина Евгения Родиона? В ответ. Смешно даже слышать такой упрек. Канонизация из дикой, кричащей, жуткой, неевангельской мероприятия. Это из самой настоящей безумия шалелых. Так кто же знает, кто видел, где человек после смерти? Суда Божия нет, а уже великого тирана Ивана Грозного, Игоря Талькова, Иосифа Муньоса, Серафима Роуза, Распутина Гришу, погибших в Лиенции, тянут канонизации. Может они святые, может в раю, но на этом стоит строжайший запрет Иеговы, чтобы никто не вмешивался в его полномочия, не диктовал ему, кого миловать, а кого онафмем предавать. Ну и вот какой ответ? Скрытые во мраке, исход, еще канонизация. Есть безбожные обольщения, идущие от дедушек в клобуках. Все-то они видят тонкие видения, миротечения, ароматы тащатся к их носам. Все-то они видят ангелов, берущих в душу кандидата на прославление от этих великих грешников. Этой болезнью канонизацией неисцельно болеют все роды православных, патриаршие, заграничные, старобрядцы и католики. Колоссян 1,18. Да. На Женю Родиона что я отвечаю? Вот я покажу сейчас, прочитайте. Просто нам считать некогда. Подожди. Вот. Внимательно показываю, сейчас заканчиваю. Совершенно безумное командование. Пацанов просто выкинули. Я дальше все абсолютно показываю, как это было. И как поступил бы и я, потому что я в армии служил, и попробовали меня взять, никогда бы не было. Да я бы им щеченцам зубы прочистил. Я показываю, как я служил. Какие благодарности были. Вот. Вот смотри дальше. Ну смотрите, просто прочитайте. Большой очень... Это один ответ только одному человеку. Это надо печатать было. А сейчас даже прочитать нет времени. Вот оно что. Как было. Пересчитайте это все. Таких ответов больше нету в интернете про Евгения Родионова. Вот ответ. Просчитайте один раз. Ну затормозите, просчитайте. И дальше я даю свое предстихотворение. То есть этим заканчивается. Все. На этом конец. 49. Вот так. Потом будет вот такое. На Ца Павла даже маленько что-то похож. Доволен. Фуражка у него такая какая-то блестящая. Продолжение следует... Корректорки. Продолжение следует...